Продолжение следует... 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 Это 12, а 2 мы там передали, 10 квартир. Всем меньше мы передаем квартиры, как они будут готовы, в протяжении месяца всем передаем квартиры. У нас все есть адресы, все прозвища. Наша Олеся, она ответственная. Владимир Александрович, а можно нам контактное лицо от офиса президента? Да, пожалуйста. Мы доверяли. Нам контакты, пожалуйста. Пожалуйста. Давайте создадим рабочую группу, для того, чтобы порешать остальные вопросы. Остается очень много семей, которые не смогут достать документы, чтобы это все восстановить, чтобы у нас были по каждому виду документов, чтобы в этой рабочей группе были представители. Но и чтобы кто-то из жителей тоже был в АДР-машей группе. Владимир Александрович, можно? Пожалуйста. Я, как глава Мирской администрации, я представителем президента. Мы с вами встречаемся, и все вопросы, которые решаются, они в площади, которые доходят к администрации президента. Если нужно еще добавить, пожалуйста. Но все вопросы на сегодняшний день, которые возникают, на все вопросы, они в пунктах. Если таких вопросов не будет, у вас есть сумма, что на эти вопросы не будут ответить, уже меньше справа. Добавьте, я допомню, до слов Віталія Володимировича, с приводу рабочей группы, шановные жители. Дивите, вы задавали вопросы, я народный депутат вашего округа. Я также буду входить в данную рабочую группу и совершать, соответственно, и за доручением президента, и парламенту контроль, и Дарницкая администрация. Привод создания рабочей группы для восстановления документов мы будем контактировать вам. Так, так. Можно, Валя? Так, так, так. Зараз мы вам нададим. А, если я с министром поделяю, то Даткович, может, ты? Да, да, да. Все только министром. Офис президента обеспечивает вас всех, всех пострадавших, 40 квартир. Абсолютно все отримают. Сьогодние две... Мы фактически... Я прошу, я хочу вибачитись перед вами. У нас, на жаль, ну, на жаль, у нас багато... Багато... Це я звук? Ні, 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 вибачите. У нас, на жаль, в країні, окрім прекрасних місць і великої кількості прекрасних людей, є багато трагедій. Я хочу вибачитись. Ще раз півчуття тим, хто втратив свою родину. Мені треба на Закарпаття, тому що ви знаєте, що там відбувається, і Франківська область. Ще раз хочу вибачитись. Думаю, мачені. Дякую вам. Дякую. Дякую. Така я знаю, он готов распустить Верховну Раду, сказал Гордон. По его словам, объявить о распуске можно будет в конце августа, когда закончится год иммунитета парламента. Гордон не исключает, что 25 октября вместе с местными выборами могут пройти выборы в Раду. По информации журналиста, особое раздражение Зеленского вызвал отказ парламента поддержать программу действий правительства Дениса Шмыгаля 18 июня. Тогда свои голоса за отдали только 176 народных депутатов от «Слуги народа». Всего во фракции 248 парламентариев. Что вызвало очень сильную реакцию президента. Реакцию обиды и человеческого непонимания. То, что депутаты от «Слуги народа» не проголосовали за программу Шмыгаля. Это удар ниже пояса. Я вас привел, а в большинстве своем звать вас никак. На моем горбу вы пришли в Верховную Раду. По его мнению, сейчас страна вступает в этап борьбы президента с парламентом. О готовящемся досрочном распуске парламента также сообщил высокопоставленный источник в Верховной Раде. Правда, он добавил, что это еще не окончательное решение. «Просто рада стала для Зеленского неуправляемой. Отказывается конструктивно сотрудничать с правительством», разъяснил ситуацию наш собеседник. Однако другой высокопоставленный источник в Раде считает, что распуска парламента не будет, так как каким бы ни был нынешний его состав, он все равно выгоднее Зеленскому, чем гипотетический новый, в котором у Зеленского наверняка не будет такого подавляющего большинства сторонников. Успокойтесь, никакого распуска не будет. Зеленский постоянно депутатов этим пугает, если они что-то не так делают. Ну, не проголосовали они программу правительства. Ну и что? Правительство Рената Ахметова, премьер его. Зачем Шмыгалю утверждение программы, без которой он и так может спокойно работать? Она ему нужна типа для иммунитета от отставки в течение года. Ну вот вспомните историю попередника Шмыгаля Алексея Гончарука. Иммунитет от отставки никак не помешал ему написать заявление об отставке. Если надо будет отправить Шмыгаля в отставку, его и при иммунитете отправят. Что касается распуска, то вы должны помнить, что после него сразу выборы. Сейчас, согласно рейтингам, у слуги народа около 30%. Что в таком случае новый парламент для него будет лучше? Нет. Вы проанализируете голосование Рады. Все законы, которые действительно нужны были Зеленскому, были проголосованы. Так что распуска не будет, сказал нам наш второй собеседник. По его словам, сейчас у Зеленского совершенно другие задачи. У него выборы в местные органы власти 25 октября. А рейтинг слуги просел. Что делать? Переносить выборы на весну? А как? Можно под приглобом второй волны коронавируса. Но этот номер пройдет только в том случае, если и Запад опять уйдет на карантин. А он уйдет? Ничего неизвестно. Поэтому Зеленский все же готовится к выборам. Он меняет губернаторов для их более удачного для себя поведения. И наводит порядок в своей администрации, где все уже успели переругаться друг с другом. Зачем Зеленскому контроль над облсоветами? Потому что через год начнут продавать землю. Ею будут заниматься именно облсоветы. Поэтому президенту и нужен контроль над ними, пояснил наш второй источник. Также стоит отметить, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в середине июня текущего года, то в парламент прошли бы четыре партии. Об этом 23 июня свидетельствует опрос, проведенный Центром социальный мониторинг. Так, социологи с 10 по 19 июня опросили 3000 человек во всех регионах Украины. Оказалось, что 5-процентный барьер преодолевают «Слуга народа», «Оппозиционная платформа», «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Речь идет о тех респондентах, которые пошли бы на выборы и уже определились с голосом. По сравнению с результатами выборов летом 2019 года, рейтинг «Слуги народа» снизился почти на 13%. «Оппозиционные платформы за жизнь» вырос на 5%, «Евросолидарности» на 4%, «Батькивщины» на 1,5%. При этом, что касается президентской партии, которая набрала на прошлогодних выборах 43%, ее рейтинг значительно снизился до 30%. И отрыв от второй по популярности партии, оппозиционная платформа «За жизнь» сильно сократился. Нынешний состав Верховной Рады избрали в июле 2019 года на внеочередных выборах, которые назначил Зеленский. На выборах про президентская партия «Слуга народа» набрала 43% голосов избирателей и смогла сформировать монобольшинство. В мае 2020 года Зеленский заявил, что распустит Раду без раздумий, если депутаты перестанут голосовать за важные законопроекты и будут лоббировать коммерческие интересы. Очередные парламентские выборы должны состояться в Украине в 2024 году. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.